В Ленинском и железнодорожном районах Самары сегодня отключат холодную воду из-за проведения работ на магистральном трубопроводе. Воды не будет в домах по улицам Чернореченская, Спортивная, Маяковского, Никитинская, Ульяновская. На углу Чернореченской и Спортивной установят бойлер с водой. С завтрашнего дня в Самаре из-за ремонта теплотрасс ограничат движение транспорта на нескольких улицах. До 8 августа будет перекрыта новая вокзальная в районе пересечения с Фадеева, а до 9 августа Некрасовская в районе пересечения с Молдогвардейской изменят схему движения общественного транспорта. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев представил нового временно исполняющего обязанности председателя правительства региона. Им стал Михаил Смирнов. В РИО министр энергетики ЖКХ Самарской области стал Михаил Белоусов. Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейской 30-й отдельной мотострелковой бригаде. Это воинское соединение дислоцируется на территории Самарской области. Госдума приняла сразу в трех чтениях закон об обязательной постановке на воинский учет мужчин, которые получили российское гражданство. Неисполнение закона станет основанием для прекращения гражданства Российской Федерации. Безработица в России в июне снизилась до нового исторического минимума в 2,4%. Предыдущий минимум в 2,6% фиксировали в апреле и мае этого года. Правительство продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года с новыми условиями. Ставка вырастет с 5% до 6% годовых. Максимальная сумма кредита – 9 млн. рублей для всех регионов. При этом программа больше не будет распространяться на Москву и Петербург. В этом году на новых условиях планируется дополнительно выдать около 4,5 тысяч кредитов.